качественная сборка возможно к мастерских при магазинах либо специализированных их минус является эта цена она чуть выше чем у любителей но в принципе вы видите за что вы платите и так у нас сейчас завершилась сборка гирбокса и немножко остановимся о стволике и вот это вот сырье что можно сказать так вы даже до одной из самых моих любимых любимых частей насчет самом приводе я хочу рассказать о том что это макс мака и когда клиент не приносит такой вот привод и говорит я хочу мать чтобы она точно стреляла и далеко я как бы смотрю сразу на много вещей вот допустим данный привод я уже говорил что он собирался в трех мастерских до нас мне нравится очень одна такая вещь интересно смотрите я держу не знаю как мне лучше давай я возьму чтобы кадром не можем мы держим статично тело смотрите на столик то есть принципе столь их болтается как я не хочу говорить что в проруби но у него люфт в каждую сторону по пару миллиметров здесь вот пошатай его здесь по сути самой люфта не играет особо то здесь закреплен он довольно таки даже и то что он тут не закреплен принципе он держится здесь то что многие могут сказать в вашей здесь не закреплен поэтому тут играет на деле здесь все хорошо идет еще раз пошатай его ну слегка видно что там болтается это не исключительно там он фиксирует шатается уважаемый техник кто это делал ты ставишь глушитель здесь еще больше диаметра на конце болтанка самая критичная мы получаем увод шара в сторону я не знаю несколько метров на конце траектории так же и здесь ну вот эту часть можем уже ладно давай не будем снимать ладно понятно без этой части нам еще хуже просто один вопрос на хера вы ставите стволик 601 и вот такущий если у вас здесь имеются люфты и все прочее это идет коту подход то есть принципе исправление это укорочение стволик получается они укорочение не укорачивание стволика а правильная установка этого стволика после меня раздражать техники которые говорят поставим тебе стволик что-то 50 миллиметров ты будешь дальше стрелять и точнее и 601 все любят 601 при такой болтанке 601 уже проточился этими шарами о чем мы говорите мне вообще давал бы свое что 601 если брать в полном целом во всей сборке и по другим видео можно понять такой момент что этот диаметр берется больше по он мало что играет в принципе в роли на самом деле и он скорее может быть слегка люфты какие-то может быть уберет что у него есть люфты если 601 может быть он чуть чуть легче до года если было бы тут 608 он шатается плюс еще шарик сам там больше еще шатается еще хуже было бы не совсем так если правильно выбрана воздушная подушка то шар там ведет себя статично то есть его не разбалтывали вот я к чему тоже хотел подвести о том что диаметр стволика подбирается и длина стволика подбирается под узлы самого гирбокса именно компрессию они просто отбалды что 601 всегда будет круче она не будет всегда круче только будет круче при условии что действительно вся сборка была собрана под этот именно стволик да так и есть так по хупапу можно что-нибудь сказать хупап лонекс отличный хупап но опять же вот техник который собирал ты конечно извини но вот это вот я могу крутить это мизинцем не знаю там это не так делается фиксация хупапа должна быть очень жесткой для того чтобы можно было один раз в своей жизни отрегулировать хупап какому должен стрелять и зафиксировать его винтом все ни хера вот этого делать по маслу катание что мы зафиксируем мы после каждого там 100 выстрел должны регулировать свой хупап это полный бред вообще ладно это да понятно то есть делаете как это исправлять давай так просто элементарно и если вот где стоят шайбочки да если вы видите что этой шапочке недостаточно положить еще одну шимминговую шайбочку положите две там допустим зажмите в эту емую шестерню все подточить и в конце концов этот шток в общем критика есть и критика такая уместная тем что был бы этот привод бюджетный и на не было бы на дальность на точность это было бы допустимо но в данном случае это конечно же все таки привод делался в трех мастерских и никто этого не устранял почему-то то есть все считают ложно считают что достаточно положить поставить 601 и все он снайперский считается на деле нет принципе мы практически и теоретически доказали самый главный практически тем что даже 608 который в базе до был помощью в базе вообще дурацкий плохо полированный короткий он может играть очень хорошую точность и дальность самое главное это его сборка будет то есть 601 принцип по сборке сложен и так вот что-то мне подсказывает что здесь что-то не то вот хопапе мы часто посмотрим как-то не так две две ну двигается и что-то там центруется неправильно чеку папку папу лонекс классный хопап но кстати вот он требует доработки здесь он не доработал слова закончились у меня и слова еще больше закончились у меня покажу эту деталь так вот это у нас если кто знает что это такое ну в общем вот она как выглядит очень круто а теперь кто это делал вот смотри это флэт хоп это на для вход хопа резинка стоит стандартная который не используется основом для флэт хопа это потеря вообще всего ну ладно здесь купа был неправильно используем он был неправильно использована хорошим купа в хорошей и вот эта деталька она сюда попасть не подходит то использую для флэт хопских резинок без внутренней давилки называемый вот за это конкретно обычно отрывают руки за такую подточку вот коромысла во первых но если ты точишь вот это вот дело да сюда здесь остаются заусенцы эти заусенцы очень негативно играет именно от навалит так не делается во вторых точить только с одной стороны нельзя это вызывает перекос я вот так вот держу в руках и вот если посмотреть с этой стороны то деталь овальная может быть видно в общем сама суть в том что еще увы мы не замерили его на камеру какая уникучность дальность была по дальности он бил где-то 60 метров 65 60 метров от силы навесом уже 65 там это навесами уже шел прицельная дальность ну где-то 55 50 меньше может 45 мы мерили но где-то пределах дамы 45 на 55 иногда много было попасть в общем это на очереди были на очень сама суть в том что при данной сборке которая была бы если даже в гирбоксе было бы все хорошо но вот этот узел был бы неправильно собран а это один из тоже важных узлов то вся сборка насморка то есть те техники которые умеют складывать гирбокс это очень отлично все молодцы но и учитесь конечно складывать сам хупап потому что сама дальность после гирбокса начинается узел хупапа если неправильно здесь смысл вы делаете правильно пытаетесь хотя бы правильно делать в гирбоксе здесь мы видели и на столике столик сам болтался было так на все равно было поставлено и также был хупап был на все равно поставлен кто вот этот заточку сделал мы не знаем точно но какой-то техник это умудрился сделать с какой целью тоже не знаю где он откопал данную резиночку валик тоже неизвестно какая там была резинка стояла резинка стояла лонокс 70 градусов вот это конечно печально придется все переделывать техник любитель может хорошо сделать плановое техобслуживание либо исправить какую-то легкую проблему но он не сможет сделать качественный тюнинг либо устранить какую-то серьезную поломку но он и данному да и да и Продолжение следует...